Ну да, действительно, очень мало людей знают деятельность службы уголовно-исполнительной инспекции, ведомство, подчиненное Федеральной службе исполнения наказаний. Очень много оступившихся людей, но большая часть, повторяю, что оступившихся, то есть не преступники, большая часть. Где-то там подрался, не рассчитал свои силы и нанес увечек, несмотря на то, что он, может быть, защищался. Наша цель – не посадить, наша цель – его исправить и вернуть в общество полноценного гражданина. Буквально недавно ознакомился, читал приговор, значит, нашел карточку, молодой человек, ну, он совершеннолетний, ну, еще молодой будем говорить, и воспользовался. Нет, чтобы там куда-то, ну, может быть, не знал, куда вернуть, может быть, какой-то там процесс. Ну, действительно, что оступился, не подумал. Пошел, начал тратить деньги с нее. Ну, соответственно, потом нашли, и все это сейчас. Сейчас вот ходит, отмечается, исправляется. Я думаю, исправится. Выезжаем домой, привлекаем, каково возможно, несовершеннолетних во взаимодействии с администрацией, комиссией МКДН. Какие-то выезды совершаются. Привлекались даже в церкви батюшки, работу проводили профилактическую. По возможности, в основном, помогает в этом, конечно, комиссия по делам несовершеннолетних, в том числе наших осужденных, какие у них есть мероприятия, они их берут. Стараемся помочь. Ну, есть такие моменты, что еще возможность освободить за хорошее поведение от дальнейшего отбывания наказания, это такие виды, как условный срок, а срочка приговора по полсрока, возможно, через суд сократить срок от срочки. То есть, есть и положительные моменты. Не только в тюрьму сажаем, еще и освобождаем. Субтитры создавал DimaTorzok